Меняется. Я хочу познакомить всех с моей собеседницей сегодня, это Елена Зеленина. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Да, очень приятно с вами пообщаться. Елена сейчас находится и живет в Нью-Йорке. Мы вещаем из Чикаго. И Елена Зеленина художник, коуч, тренер, учитель рисования и не только рисования. Если можно, несколько слов, Елена, про себя. Как вы пришли к тому, что вы стали учителем? Ну, на самом деле, учителем я стала очень-очень давно, потому что закончила педагогический университет в Москве. Но вот учителем того, чему я учусь сейчас, я становилась постепенно и уже после того, как переехала в Америку в 95-м году. Была проблема с трудностью, скажем так, с развитием моей младшей дочки. Которые постепенно привели к открытию художественной школы. Потом привели к путешествиям по Индии, по Гималаям. И как результат вот этого долгого-долгого пути появилась книга, которую я вот торжественно тут выставила. Называется на английском «Арткомплитью». Которая и представляет из себя эту методику познания себя, понимание, каким образом можно изменить то, что, может быть, сейчас не вдохновляет в жизни, через искусство и при помощи искусства. Очень интересно. То есть, в принципе, ваша методика обучает тому, как раскрыть какие-то свои внутренние возможности, какие-то свои таланты через рисование. То есть любой человек, в принципе, может научиться рисовать. Мне всегда казалось, что если нет таланта, то рисовать человек не может научиться. Да, и так всем тоже казалось. И нам всем в детстве, если мы посмотрим на деток, которым пять лет, и каждый из них знает, что они великолепные художники. И в четыре года они тоже это знают. А потом я недавно вела вот этот курс «Арткомплитью» в старшей школе, да, в хай-скул, здесь уже, в Нью-Йорке. Так вот, на этом этапе 90% детей не очень хорошо рисуют и убеждены в том, что у них этого дара нет. Это очень-очень забавно, потому что если бы мы, ну, точно так же, например, относились к каким-то другим навыкам, да, например, пришёл ребёнок, ну, правда, сейчас это меняется, да, в школу, и начал писать, и у него эти боковки, они как-то не очень хорошо получаются, они ни у кого хорошо не получаются. И все сказали, ну да, это тебе не дано, давай бросим это дело. Это и только специальные люди могут писать, а вот остальные люди, они не могут. И тогда бы мы тоже, никто бы из нас не писал. И тоже такая же была бы история с математикой. Потому что рисование как таковое, это оно любому человеку дано, абсолютно любому, абсолютно. Каждому, у кого есть глаза, и тот, кто умеет видеть, он может рисовать, если у него создан правильный контекст. Не каждый будет художником, да, от того, что мы умеем, можем нарисовать очень хорошо и очень качественно портрет, например, например, или пейзаж, не значит, что мы пойдём и станем Ван Гогом. Потому что есть ещё такая вещь, как страсть к чему-то. И страсть может быть просто потому, что вот это то, как я провожу свободное время, это у меня такой образ жизни. А может быть, я так зарабатываю деньги. Но это на навык. Конечно, тот человек, который будет стремиться зарабатывать деньги, вероятнее всего, будет и навык оттачивать, хотя тоже не всегда. Но всё-таки будет стараться. Но это решение, которое идёт, принимается любым человеком после того, как он начал рисовать. То есть это не надо решать, это не надо заранее. Нету такого специального гена. есть наклонности, есть стремление, но как навык, как удовольствие это доступно всем. Да, я понимаю. Как же всё-таки человек, придя к вам или вообще начав рисовать, может раскрыть какие-то свои внутренние возможности? Он для этого должен, может быть, одновременно медитировать вместе с тем, что он рисует? Или просто учиться проводить каким-то специальным образом линии? Или что-то видеть больше того, чего он видит на самом деле в жизни? Такие прям один за другим. Просто не вопросы, а жемчужины. Да. Да, абсолютно. Значит, сам метод по себе, который будет называться на русском «От линии к просветлению», он состоит из ряда, из трёх частей на самом деле. Одна часть называется она «Принципы создания произведений искусства из ведической традиции». Это очень интересная история. Может быть, мы... Дал эти принципы на самом деле один из просветлённых учителей Махариши Йоги. Было такое время в 60-х, когда Битлз доехали до Индии и поняли, что там просто всё может быть по-другому. И много-много людей в тот момент поехало, в том числе и художники. И это не стало так сильно популярным, хотя в Европе европейская школа, она по-английски называется Vedic Art. Она очень популярна. Она такая вот интуитивное обучение живописи. Но базируется всё на 18 принципах создания произведений искусства. Что я видела лично? Когда я провожу, скажем, вот такой... Я сертифицирована в этом методе тоже, поэтому если я провожу вот такой интенсив, даже трёхдневный, у людей знания получаются, как будто они отходили, ну, я не знаю, несколько лет, пытаясь стать профессиональными художниками. Настолько удивительный подход ко всему. Но я приведу пример. Например, скажем, композиция. Это то, каким образом, что надо размещать на листе, там, на холсте. Всего, ну, несколько упражнений. И люди начинают отвечать на вопрос, на вопросы для себя таким образом, что выстраивая что-то, амнимию выбрали нарисовать на картине, помогает зрителю быстро понять, о чём они. Потому что это тоже вот беда очень многих начинающих художников, как и начинающих фотографов. Вот я не знаю, если был такой опыт, вот смотришь что-то, видишь, ой, какая-то просто очень красивая вещь. Снял, сделал снимок. Потом смотришь на этот снимок, это красивая вещь, какая-то маленькая там точечка где-то, а вокруг перед этим огромная дорога, которую в тот момент, когда фотографировал, вообще даже не заметил. Почему? Потому что наш глаз, это не глаз, конечно, наш ум, имеет такую функцию, как зум. То есть в тот момент, когда нас что-то заинтересовало, мы точно так же, как фотоаппарат, взяли и предвидели, предвинули к себе эту штуку, прямо вот она, вот так вот. А потом проявили, посмотрели, нет, ничего подобного, всё впереди. И так же художники начинающие, ну или детки, вот если вы когда-то видели, да, допустим, что-то такое там есть, что-то маленькое начинается, а что он хочет сказать? Непонятно. Вот такого рода вещи немедленно, немедленно решаются, а это, наверное, композиция, это один из самых, ну, пожалуй, самых интересных вообще вещей, принципов создания картины, о котором можно говорить. А вот ещё, Рид, очень интересный момент, и это пропорции. То есть, например, нарисовать человека, чтобы это было пропорционально, или чтобы руки там, только руку, чтобы она была пропорциональна. Мы же состоим вот из такого огромного количества маленьких вещей. Ну, как понять, каким образом это всё соотносится друг с другом? Вот один опять из этих принципов, принцип пропорции, упражнения, которые для того, чтобы начать видеть это всё, понять, как это работает. У меня были случаи, когда, не были случаи, а просто так всегда и происходит, когда мы утром делаем упражнения, вечером идём в Metropolitan Museum, музей, где там надо какую-нибудь статую греческую, например, нарисовать. И люди, которые никогда, всё время вот эти истории, я могу только нарисовать, я не могу даже нарисовать прямую линию, ну, вот это всё. эти же самые люди рисуют с натуры статуи, которые выглядят как скетч такой. Конечно, не профессиональный, но он настолько точный. Вот такой вот. А, то есть это получается один, почему можно быстрее, намного быстрее благодаря вот этому, вот этим принципам, которые идут из ведической традиции. Потом опять из той же ведической традиции есть просто необыкновенная совершенно техника, она называется техника завершения. И это часть всей, можно так сказать, науки просветления для людей. Это та её часть, которая очень логичная, она очень простая. Ну, для того, чтобы освоить, ну, наверное, ну, какое-то время нужно, но она позволяет изменить вот эти, изменить идеи бессилия, идеи о том, что я какой-то тупой, я нелюбимый, я ненужный, которые мешают функционировать. Они перестают, помогают перестать смотреть на жизнь, что она жестокая, она пытается подставить, она не на моей стороне. Потому что, когда мы берём, допустим, какой-то навык, мы хотим чему-то научиться, ну, в данном случае рисовать, в другом случае водить машину. Если мы хотим научиться, и у нас нет в голове вот этой вот сломанной, заезженной плёнки о том, что я отморозок, я никогда ничего не могу сделать легко, мне всегда сложно, нам этот навык будет даваться тяжело. Либо надо огромную силу воли, либо просто можно бросить в результате. И вообще не буду я это делать, и всё, потому что тяжело. И вот эта вот техника, она тоже очень-очень древняя. Её в индуизме, для тех, кто не знает, очень много самых разных богов. Есть такая пара, которая необыкновенная, она называется Шива и Шакти. Они так называемые идеальные пары. Вот какие должны быть отношения. И вот когда Шива помогает Шакти понять, как ей себя чувствовать в тот момент, когда она усомнилась в себе и решила, что у неё что-то не то с ней. Вот эту технику я и предлагаю использовать для того, чтобы не просто поверить в себя, потому что это не вот это вот позитивное мышление. Это просто убрать из своего внутреннего пространства всякую нелогично образованную, неправильно сформированную, иногда просто чушь. То есть убрать ту неуверенность в себе, которая, возможно, пришла к нам через поколение. И это вот наш опыт, который мы вот несём через многие годы. И не может быть ни одну жизнь, которую мы принесли сюда. И вот сейчас она воплощается в виде вот таких вот, очень чёткой неуверенности в себе. И нам кажется, что мы не можем научиться. Я хотела... Я сейчас вспомнила одну вещь. Говоря о ведической культуре, есть такая наука Камасутра. Но на самом деле, ведь это же не та Камасутра, которую сейчас многие понимают. Это наука об искусстве в основном. И для женщин преподавалась наука и культура, как обставлять дом, как там наука запахов и многое-многое другое. Вот это всё искусство из ведической культуры. Оно есть в вашей технике тоже, да, так я понимаю, правильно? Ну, как бы не будем привязывать Камасутру слова. Да, просто сейчас понимание совсем другое. Но что очень важно здесь, что вся ведическая культура, абсолютно любое знание, которое люди получали внутри ведической просветлённой цивилизации, было направлено на то, как человеку открыть свою личную, персональную капсулу просветления. То есть это не важно, чем люди занимались. Это могла быть математика, это могло быть искусство здоровья, это могло быть семейные отношения. Это было... Это не важно. Важно, чтобы как результат человек раскрылся в лучшее, на что он способен. У меня книга подписана, на самом деле, санскритским именем Шрадда Нитьянанда. И вот первая Шрадда означает вера, это во-первых, а во-вторых, это принцип второй, не принцип, а сила. Всего их четыре. Первая – целостность. Вторая – подлинность, истинность. Это и есть Шрада. Следующая – ответственность. И последняя – это создание реальности для себя и для других. Вот если я вернусь к тому, что такое подлинность, подлинность с точки зрения ведической культуры, это когда мы функционируем на пике наших возможностей. То есть это бесконечное раскрытие вот этой самой капсулы просветления внутри нас. Мы бесконечно раскрываемся. Это наша истинная природа. Поэтому что мы делаем? Ну, кто-то рисует, потому что им близко. Для меня это было близко в силу того, что я выросла в семье двух художников, поэтому для меня, что бы ни происходило, кисти, карандаш – это как бы мои супергерои, мой персональный Марвел – это арт. Но да, абсолютно вы правы, очень-очень-очень в том, что этим ведическая традиция и очень интересна. В том, что не важно, чему она учит и какой у неё подход, конечный результат должен быть раскрытый цветок просветления. – Да, очень интересно. Давайте мы немножко посмотрим на рисунки. – Да, с удовольствием. – Сейчас я попробую их показать. Вот какие-то из них. – Да, вот это вот рисунки, которые как раз и появились в процессе вот такого рода классов, о которых я говорила, в процессе воркшопов. И вот это, например, вообще человек не рисовал никогда. Это так красиво. Ну, то есть, мне кажется, что это очень красиво. Но тут опять главное, что ему кажется, да? – Ну, на самом деле, действительно, для человека, который никогда не рисовал, вроде бы, с одной стороны, кажется, что что-то такое непонятное, абстракция какая-то. Но в этом есть очень глубокий смысл. – Конечно. И потом, если посмотреть на современное искусство, дело всё в том, что вот этот навык, как таковое рисование, ему можно научиться. И у меня тоже в процессе вот и обучения есть приёмы, каким образом научиться реально рисовать хорошо. Потому что, ну, я всё-таки из России и из семи художников. То есть, у меня стандарт, он довольно высокий. То есть, я помню, я так удивилась, когда мой ребёнок, старший, пошёл в школу. И я помню, что мы сидим в школе, и там что-то такое, что-то такое на сцене происходит, какие-то звуки. И моя подруга, музыкант, говорит, ну, это, наверное, они разыгрываются. А её муж говорит, да нет, это уже концерт. То есть, у нас такое, такие требования всегда были, что это уже, если ты пошёл на сцену, если ты уже взял в руки, это уже должно быть что-то невозможное. И поэтому, когда... Это неправильный подход вообще. Я как бы никак не митингую за то, что этот подход правильный, его надо продолжать поддерживать. Но радоваться тоже, когда ты вот ходишь, ходишь куда-то, и так в результате не умеешь рисовать, тоже повода большого нету. Надо посмотреть, а что, собственно, если ты хочешь рисовать, принял это решение, то, ну, значит, надо разобраться, что не работает. И что интересно, вот в этом методе, и в этих принципах, и в подходе, очень сильно сокращаются сроки обучения. То есть, вместо того, чтобы там, условно, пять лет колледжа, это всё можно освоить, ну, некоторые вещи, даже три дня достаточно. Это звучит, конечно, как такие шапкозакидательские, на самом деле, обещания, но это правда абсолютное удивление. Вот это вот, например, мандал, на который вы сейчас смотрите, это был даже не целый класс, это было, наверное, в течение большого дня какой-то кусочек, когда вдруг раз, и она пришла к этому студенту. Это картина, нарисованная одним из ваших учеников? Да, 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 конечно. Они все вот эти вот работы, они все созданы людьми, которые проходили интенсив. Вот портрет, это был нарисован больше, дольше, потому что много надо было, это было в студии, у меня долгое время была студия, школа, называлась она Академия Бирюкова, Академия искусств. Ну, принципы, которые вот сейчас в этой книге, это то, как я учила, то, как я преподавала. И там были вот студенты, которые всерьез вот так вот с нуля начали осваивать довольно сложные вещи, такие, как реалистичный портрет. Она абсолютно такая же, как эта женщина, которую она рисовала. Молодчина. Угу. Да. А это чей портрет? Тоже одной из мам одного из студентов, которые были, приходили в школу. Ага. Ну, по-моему, вообще очень замечательно. Изумительно, просто изумительно. Да, да. Вот это вот очень трогательная работа на самом деле, потому что очень часто я занимаюсь с людьми, которые хотят ну, либо решить какие-то трудности, которые у них есть в отношениях, либо найти девочку себе или мальчика, и чтобы влюбиться и начать строить необыкновенную жизнь и так далее. Вот это на самом деле картина о любви и нарисовал ее молодой мужчина. Это вот как он видит. Как он чувствует? Чувствует. Как он чувствует, что такое эти отношения? И вот если смотреть, насколько у него правильное, как у него мужчина чуть-чуть впереди, как он ее защищает, и в каком это все, в какой это все красоте и любви. Да, очень-очень-очень такое нежное, нежный рисунок. Вот у меня возник вопрос по поводу этой картины, в связи с этой картиной, я бы сказала. То есть если вот заниматься по вашему методу, и возможно приходят люди, которые должны решить какие-то свои задачи, то есть это как law of attraction своего рода. Они могут это нарисовать, представить себе, манифестировать и получить в результате задуманное, да, или желаемое гораздо быстрее? Значит, мы никогда, никогда не манифестируем то, что мы хотим. Мы всегда манифестируем то, во что мы верим на самом деле. Поэтому прежде, чем манифестировать вот такую красоту, что ему и удалось сделать, нужно сначала вернуться к технике завершения и переписать идеи о себе и о жизни, которые на этом этапе не работают. Я приведу здесь один пример. Можно я приведу, да? Конечно, конечно. Да. Значит, вот была, я проводила ретрит на йоговском ранче, и там была одна женщина. Ей, наверное, было уже, может быть, лет 40, может быть, года 42. У неё была очень хорошая семья, очень успешная. По-моему, чуть ли не четверо детей. Муж очень-очень успешный. И когда она о себе рассказывала, она всегда говорила, что вот я, ну, я вообще никакая, но вот дети у меня, муж очень талантливый, он был там хирург. Детки один за другим очень талантливые. У меня ничего нету, я вообще ни о чём. И пришла она на занятие просто потому, что, ну, как бы подруга какая-то рассказала, было интересно. Ну, что, не сходить так просто, в общем, как-то немножечко, ну, день рождения. Какая-то была, какая-то ничего. Она не была, не находилась в поиске, как мне понять, что у меня есть талант. Не было такого поиска вообще. Слушала она, слушала рассказы про эту самую. У нас были классы на науку, на технику завершения. Слушала, слушала, потом рассказала эпизод, который мы тут же и закрыли там. Эпизод выглядел так. Ей было семь лет. Она пришла на урок музыки, села за инструмент. И учительница, русская девочка, учительница по фортепиано посмотрела на неё и сказала, как ты могла прийти сюда в класс с такими грязными ногтями. Она покраснела, ей дико стало стыдно и ушла в туалет отмывать эти руки. Стали мы с ней делать технику завершения. Но учительница грубая, согласна, разговаривать так не надо, согласна. Но учительница, тем не менее, сказала ребёнку о чём? О том, что грязные руки. Правильно? Да. Больше ничего. Когда мы стали с ней выполнять все вот эти вот этапы науки завершения, выяснилось, что она в этот момент решила, что она бездарность. Ну, какая связь? Вот в чём логика? Грубая учительница, которая сказала в грубой форме, чтобы та пошла и привела свои руки в порядок. А ребёнок услышал, что она бездарность. То есть она сделала нелогичный вывод, случайный вывод, потому что если бы там в этот момент и у неё был бы другой, как бы, как это сказать, софтвэр, другая программа, другая программа внутри стояла, которая бы не формировала вот эти вот незавершённости, она бы про себя подумала, надо же, какая грубая учительница. И какие-то детки так могли бы тоже подумать. Да. Но она так не подумала. Она сделала вот такой вывод внутри той ситуации. Нету в нём логики. И можно ковыряться сколько угодно, пытаясь с логической точки зрения эту ситуацию переписать. И будет ноль результата. Но достаточно прожить эту ситуацию правильным образом, с правильными представлениями когнишенс о себе и о жизни. Она в понедельник уже писала стихи. А сейчас, может быть, не сейчас, сейчас я уже сейчас не знаю, но на тот момент условно она возглавила какую-то организацию, которая занималась благотворительностью, организовывала какие-то немыслимые помощь кому-то и так далее. Замечательно. Я хочу напомнить тем, кто, возможно, к нам присоединился только что, что я беседую с Еленой. Зелениной. Да, да, да. Я просто тут немножко отвлеклась Еленой Зелениной, которая является автором специальной методики, как научиться рисовать, как научиться рисовать быстро и открыть свои возможности. Ну, давайте мы посмотрим еще на одну картину, вот, которая у нас тут есть. Ой, вот прекрасная, вот это просто прекрасная картина, изумительная совершенно. Да. Молодая, юная студентка, она была в тот момент, если я не ошибаюсь, то ли последний год, то ли 11 класс. И она, когда вышла, проделав все эти практики, прослушав, поделав завершение, порисовала немножко, вот в том числе это она сама, понятное дело. Она вышла на улицу, подняла глаза и говорит, мама, ты посмотри, какое небо. Таких цветов не бывает. Почему это интересно? Потому что у меня у самой такой опыт был. Когда мы начинаем видеть больше, когда мы начинаем, не то, что больше, ну, глубже, наверное, да, большее количество вещей, у нас даже цвета меняются. Я была в такое путешествие, называется Ятра, Ятра по Гималаям, и там в Ятру входит посещение нескольких очень древних храмов высоко-высоко в горах. что высоко, что это значит, например, там, 19 тысяч фитов, да, ну, то есть высоко, там, 12, один был 12, один был 13, ну, высоко. и какой-то момент мы сидели там, где на берегу горной речки, медитировали, и по-моему, мы в неё окунулись, а потом мы сели, это было очень холодно, необыкновенное ощущение, но что произошло, когда я открыла глаза зелёный цвет, к которому я привыкла, перестал быть обыкновенным зелёным цветом. Не только зелёный, а и все остальные эти безумные огромные цветы и цвет, вот это был не розовый, а вот как здесь у неё, когда всё очень-очень интенсивно, потому что бывает такое, бывают такие цвета, они как бы чуть-чуть приглушённые, спокойные, ну, нельзя сказать, что скучные, потому что они не скучные, но они приглушённые и спокойные, то вот там, когда я открыла глаза, всё было такое интенсивное, счастливое, очень яркое, очень-очень яркое, оно потом постепенно, всё равно, конечно, ну, не такое яркое, как в тот момент, но оно никогда не вернулось в тот цвет, как я его видела раньше, и вот такой опыт, который был вот у этого ребёнка, подростка, он тоже очень типичный, благодаря всем этим практикам, потому что у нас ну вот как будто новые бороздки условно образуются, которые дают возможность видеть всё по-другому, и это, конечно же, автоматом делает жизнь ну, ярче, ярче, веселее, интереснее, вот, так что вот эта вот картинка очень, очень была с этой точки зрения, с этим ребёнком была очень интересна, да, интересно, как закрашено всё каким-то таким жёртым ярким светом, яркость, яркость даёт какой-то очень ярко, очень, а вообще есть, имеет значение, в каком возрасте мы начинаем рисовать, приходим, из моего опыта я знаю очень много, ну, среди знакомых даже есть женщины, которые вот уходили на пенсию и вдруг начинали рисовать, и причём так красиво, откуда-то вот всё это появлялось, непонятно откуда, даже у тех, которые раньше никогда этим не занимались. Ну, конечно, нас вообще сейчас называют, мне нравится очень название «Третий акт», потому что, ну, как правило, ну, как мы сначала растём, растём, да, ходим в институты, потом мы, особенно то, что касается женщин, да, которые творческая, творческая сила любой семьи, воспитываем детей, потом работаем, воспитываем детей, работаем, воспитываем детей, помогаем, и у нас такое образуется огромный багаж знания, что, когда мы начинаем чему-то учиться, например, рисовать, то у нас есть, ну, как бы вот, как, мы как очень-очень хороший точенный инструмент, нам совсем надо чуть-чуть для того, чтобы сделать это очень красиво, то есть дети часто схватывают быстрее, вот я даже обращала внимание, допустим, наука, скажем, вот эта техника завершения, дети молниеносно понимают, молниеносно, но они могут идти через, то ли я буду сегодня использовать, то ли я не буду это использовать, то ли я буду использовать, то ли не буду, а те люди, которые так называемый начинается, это третий акт, у них уже таких иллюзий нету, если я нашла что-то, что работает, и я делаю что-то, что мне нравится, то у меня, конечно, будет совершенно, потому что меня не болтает, и все богатство, которое накопилось за всю жизнь, им можно делиться, вообще в ведической как бы традиции люди, которые закончили вот такое активничание в плане работы или воспитания детей, они должны были переходить в естественное состояние наставников, но дело все в том, что у нас, к сожалению, не все, то есть у нас старость иногда приходит без мудрости, приходит одна, и вот это беда, потому что мы начинаем наталкивать какую-то немыслимую ахинею в головы людям, и им, конечно, не хочется, какие там наставники, им не хочется с нами активно общаться. Если дать все ту же любимую науку завершения, чтобы люди перестали чувствовать себя одинокими, ненужными, и стали делиться из наполненного пространства, то удовольствие от такого общения для молодого поколения, оно будет огромным. Тогда от них отбиться невозможно будет, потому что им интересна точка зрения, а что вы об этом думаете, а что вы об этом думаете, а это как? Я это много-много раз вижу и испытываю, потому что оно так работает, поэтому нам как раз лучше, легче, хотя, может быть, от каких-то идей сложно отказаться, этот элемент тоже есть, то есть поверить, что есть что-то, кроме этого физического тела, нужно какое-то духовное развитие уже иметь, да, потому что если человек, допустим, всю жизнь считал, что вот он есть только тело и сейчас он должен умереть, потому что он больше с ним непонятно, что с ним еще делать, то, а все остальное это чушь, то, конечно, ну, таким людям сложно, но если какой-то цветок просветления уже как бы он раскрылся, тут, конечно, получается просто необыкновение, картины, соответственно, необыкновенно красивые. Ну, да, естественно, это все взаимосвязано, наш внутренний мир, он проявляется везде, и в том, как мы говорим, и в том, как мы пишем, как мы думаем, и все взаимосвязано, и это несомненно. Ну что ж, я хочу поблагодарить Елену сегодня за такую прекрасную интересную беседу, мы будем еще встречаться обязательно и рассказывать о взаимосвязи, вот это вот очень интересный момент о том, как через рисунок, через рисование, через художественный вот такой вот опыт мы можем прийти к просветлению и развитию своего внутреннего мира. Спасибо вам огромное, я очень-очень рада, что все состоялось. Да, продолжение следует, это только начало. Конечно. Спасибо большое, всего доброго всем нашим слушателям, зрителям, кто к нам присоединился, и до новых встреч. До новых встреч.